28 сентября, полночь, общественный пункт охраны правопорядка на Куйбышево, 59. Неизвестный обливает бензином здание и берется за зажигалку. На место ЧП незамедлительно выезжают спасатели. Огонь повреждает входную дверь, отделку, электрооборудование и предметы интерьера. Следователи возбуждают уголовное дело за умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом. Сыщики выясняют, поджогу причастен 42-летний безработный горожанин, который после совершения преступления скрывается в России. По возвращению мужчину задерживают. На преступление, как позже выяснится, поджигателя подталкивает алкоголь и влияние деструктивных телеграм-каналов. Так он решает выплеснуть эмоции после очередной рюмки. Не смущает нарушителя и тот факт, что опорник находится в одном здании с центром досуга и творчества. К слову, на счету уроженца Азербайджана судимости за кражу, мошенничество и хулиганство. Просто взял пил бензина, ходил с ним, облил здание, поджег. Ну, сейчас в данный момент, конечно, скрылся. Сейчас приехал, чтобы сказать, что, к сожалению, что, к сожалению, мы готовы отнеслись в ущерб, все просто на хулигане. Ну, нас баламутят, страдаем мы. Мне государство дал тоже много, квартиру детям, ну, я многодетные. Ну, я думал, все вернулись, что, да, как бы, он удался. Бобручанин входит в предварительного, а позже и судебного следствия вину признает в полном объеме. Раскаивается в содеянном и частично возмещает ущерб. Суд учитывает эти обстоятельства при выборе меры наказания. С предложенным гособвинением квалификация действий подсудимого соглашается и признает его виновным. По статье 339 части 1, это умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок, выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающие уничтожением и повреждением имущества. И также признал виновным по части 1, статье 14, части 2, статье 218 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Покушение на умышленное уничтожение имущества, приношившее значительный ущерб и совершенное общеопасным способом. В отношении обвиняемого применяют и 107-ю статью Уголовного кодекса. Его признают нуждающимся в лечении от алкоголизма. По совокупности преступлений суд назначает наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Будет ли вынесенный приговор обжалован, пока неизвестно. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бабруиск, 360.